Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я хотел поговорить о теоретических основах того, как ухаживать за тканевой спортивной обувью в летний период. Надеюсь, моя информация будет полезна как и профессионалам, тем, которые занимаются химчисткой обуви профессионально, так и всем, для кого встают подобного рода проблемы. Ну, при всей своей внешней простоте тканевая обувь у нас с вами все равно как бы имеет несколько различных материалов, из которых она изготовлена. У нас с вами, конечно, из ткани изготовлены, это у нас верх обуви, но у нас с вами всегда имеется резиновая подошва, то есть или полиуретановая, или резиновая подошва. У нас с вами имеются вот такие вот элементы, как шнурки и внутренние стельки, которые зачастую у нас с вами сделаны из материала, которые отличаются по своему виду от верха обуви. То есть, может быть, у нас с вами хлопковые стельки или шнурки, может быть, резиновые, там, спененные какие-то материалы, вот, а шнурки, может быть, у нас с вами хлопковыми, к примеру. Поэтому, значит, конечно, основным способом чистки тканевой обуви летом является стирка в стиральной машине, если так можно выразиться, но при этом нужно не забывать в обязательном порядке следующие факторы. Значит, нам с вами обязательно нужно будет снять шнурки и вынуть стельки. Это обязательно. Шнурки и стельки у нас с вами стираются отдельно. Второе. Прежде чем положить обувь в стиральную машину, нам нужно в обязательном порядке будет производить предварительную зачистку подошвы. Дорогие друзья, это очень важно. Иначе, собственно говоря, грязи будет у нас слишком много, но вот и, то есть, как бы, стирка может быть недостаточно качественной. Для этого мы с вами будем использовать соответствующим образом различного рода жесткие щетки. С помощью воды и, может быть, какого-то бытового чистящего средства мы с вами должны будем почистить подошву как вот эту лицевую часть, так и боковые части. Можно использовать вот такие вот различного рода рантовые щетки. До степени внутреннего перфекционизма желательно, чтобы подошва была, но если не идеально белой, то как бы она идеально белой никогда не будет, но чтобы у нее не было, то есть, вот этих вот, видите, внутренних отдельных частиц песка, пыли, грязи. То есть, то, что нам с вами может помешать и в будущем может быть оказать некое негативное воздействие при стирке на тканевый верх. Значит, после чистки мы с вами кладем обувь в обязательном порядке в хлопковый мешочек, то есть, любая обувь у нас с вами стирается только в хлопковых мешках. Ну, или не хлопковых, или с какого-то либо другого, то есть, хорошо пропускающего материала. Значит, стирка должна производиться при температуре не более 30 градусов, я рекомендую. Ну, в принципе, наверное, то есть, как бы, какой-то экспресс стирки, там, полчаса, то есть, на то и 15 минут, в принципе, хватает для хорошей очистки тканевой обуви. Значит, что с точки зрения, с точки зрения очистителя, извините, ну, то есть, можно любой бытовой стиральный порошок использовать, вроде никаких противоречий я не встречал, да и на личном опыте тоже не было. Значит, как я уже говорил, что стельки и шнурки стираются отдельно, ввиду того, что это несколько другой материал. Значит, что касается использования парогенераторов для подошвы, я их никогда не использую и не рекомендую, ввиду того, что очень сложно регулировать соответствующим образом тепловой режим, так, чтобы у нас с вами нагрев подошвы не превратился в нагрев клеевого состава, которым подошва прикреплена к верху обуви. Клеевой состав под воздействием температуры размягчается. Мы не знаем, то есть, крепкости этого клеевого состава. Тут у нас с вами никакой дополнительной прошивки нет, поэтому я крайне бы осторожно использовал различного рода нагревательные элементы для того, чтобы не размягчить этот клеевый состав, чтобы у нас с вами не было отставания клеевого состава. Это вот, как бы, поверхности обуви. Значит, отбеливание кожных подошв, в принципе, возможно специализированными средствами, но это несколько там другая тема до достаточно большого разговора. Пока я думаю, что если достаточно, то есть, как бы, ну, хорошо почистить с помощью комбинации жестких и мягких щеток, как в бытовом, так в профессиональном плане, я думаю, что будет вполне достаточно. Значит, чистку во время эксплуатации, то есть, ну, тут такую, знаете, какую косметическую чистку я рекомендую производить с помощью различного рода салфеток для замши. То есть, салфетки, вот эти вот очищающие для замши, очень-очень неплохо очищают верх обуви, то есть, даже, то есть, собственно говоря, ранты обуви, и при этом у нас с вами не будет излишка флаги, то есть, обувь будет высыхать достаточно просто. Ну, а всем, кто интересуется уходом за обувью профессионально, я рекомендую то, что различные свои методические материалы, это может быть книги, это может быть заучные курсы, видеопособия, я думаю, что будет интересно, я там очень внятно, структурно, пошагово излагаю учебный материал, как ухаживать, как чистить, как реставрировать различного рода обувь и изделия из кожи. Надеюсь, вам было интересно и полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем, Алексей Мазалев.